значит так друзья на третий день нашей поездки вот и так как опытные блогеры объяснили что кулинарная часть она должна быть неотъемлема в видеоблоге поэтому мы переходим к кулинарному блогу до 100 что как бы что у нас есть у нас есть в общем-то соплица или соплича пигвова соплица крепость значит меня 32 оборота на что мы еще имеем мы имеем нарисованную грушу нарисованную грушу обратите внимание значит это грушевым это совершенно верно да вот и как можно видеть в руках моего кодулька консервированный ака гулька ака гулька так называется давай посмотрим хорошо давайте внимательно рассмотрим банку это кива чата огурки огурки не окурки а журами а к гулька огурки а к гулька the same и хреново да не муки или ты есть борис конечно будет да поэтому мы сейчас продегустрируем как как маринованные огурцы идут со сладкой наливкой чем-то о операция да у меня а к гулька будешь ну не гадах попробовать весь этот неприятный так сказать сладкий грушевый настрой напрочь меняются употреблением но как впечатление впечатление ты огурчиком залил приятненько и легко огурчик вносит такие свежие нотки немножко кислин очки кислин очка и свежая нотка мне кажется не вяжутся ну даже свежие нотки мне кажется потому что он мокрый мокрый и кисленький лимон почему кладут различные продукты чтобы придать им немного свежести коллеги хорошо да в общем тебя согласен согласен конечно у меня убедили нет мне тоже показалось мне не понял пока в причине в общем-то вот эта свежесть так свежесть утра сказал пронеслась вот ну так что короче парни мы собрались в дрезден мы выезжаем сейчас из кракова вот кладбище для тех кто не смог как чертовы выяснили деньгам и это собственно те кто не успел во время выехать из кракова мне кажется что мы не все сказали мы остановились честно заправки и докупили чтобы продолжить наши дегустационные эксперименты вот бог вы скажи пожалуйста что мы купили саблица малинова сколько там оборотов давайте посмотрим 32 32 не так же мы опять же ну профессор как говорится наливай давай дадим тебя вы пробует давай изящно изысканно не в меру сладко не в меру значит доставать огурцы как бабушки роберт спасибо за подсказку совершенно верно ну кстати я хочу сказать что с малиновой начинкой крепость вообще не чувство коллега в общем то мы проводим до дегустационные помадкой на самом деле нотки помадки это моя бикиничка просто матерка попалась гораздо лучше чем но легче легче идет на самом деле не смотря на полакивает горло однозначно да шеф парни мы германии фейпорт сработал фейпорт сработал 6 часов сна и вот мы здесь 6 часов сна ну так кемарио там был был где вот но мы на самом деле находимся в какой-то промзоне ну нам не привыкать но до центра города я так понимаю здесь есть мнение что центр города мы не посмотрим такое легкую но индустриальные районы германии тоже сегодня в этом городе в этом городе нас выходной день поэтому говорит что может он и был в амстердаме а может быть лучше бы и там ну кстати ты говоришь здесь красиво а в амстердаме я не в общем-то отдельная приятно путешествует так это когда для тебя каждый день сюрприз потому что ты не знаешь где ты будешь ночевать и где-то будешь следующий момент куда занесет нас телепортом что пойдем посмотрим клуб в общем антураж вполне себе немецкий предыдущие клубы в которых мы были в германии выглядели тоже примерно в таком что сегодня мы играем здесь площадка симпатичная думаю будет круто как тебе мы рассчитываем на то что площадка будет слишком большой наши опасения пока не подтвердились мы узнаем это позже после нашего концерта мы дадим вам еще я думаю что мы даже вам даже во время мне кажется подтвердим либо опровергнем пока дима настраивает аппаратуру предлагаю прогуляться по клубу клуб реально прикольный очень крутой здесь отодвинутая сейчас под нас площадка так она может расширяться сейчас зависимости от того сколько народу придет все это будет подгоняться под количество посетителей да здесь теплая гримлярка та холодная это теплая не покрасится хочет наверное быть красивой не знаю что она и так красивая да Липа? ну вот здесь вообще какая-то пытошная не знаю даже не буду туда заходить а то может дверь захлопится вот блага всячески тут душевая для музыкантов предусмотрена в целом миленько хороший клуб мне нравится короче ребята мы отыграли в Дрездене концерт концерт был огонь ребята пошли сейчас давать автографы а я сижу попиваю пивко потому что мне не надо идти делать автографы я уже без нарисованного лица вот Дим Георгиевич тоже со мной попивает пивко вот не будем тратить время зря и мы вам сейчас лайфхак расскажем как правильно путешествовать на самом деле во-первых чтобы вам было удобно и комфортно вы все свое барахло все максимально запихивайте в чемодан который вы можете сдать в аэропорту в багаж и он у вас уедет уедет там будет сам себе ехать а собой например можете взять какую-нибудь либо жопяную сумку либо как Дмитрий Юрьевич небольшой рюкзачок в который напихать например все вот у меня здесь наушники зарядка паспорта бумажник еще зарядка этот самый что у меня еще у меня еще как это называется зарядное устройство переносное в общем всю такую шелупень вы запихиваете в сумочку и таскаете это с собой очень удобно а если вам надо компьютер то Дим Юрьевич например придумал такую офигенную штуку он он себе завел завел замечательнейший как это называется это гидропак гидропак смотрите у него здесь можно кучу всякого говна значит нацепить вот здесь для бутылочки вот этот поплавок когда у меня повышенная чувствительность к свету я одеваю солнцезащитные очки но бывает бывает такое случается это очень кстати мне кажется резонно резонно вот сюда прилепляется рация по которой я связываюсь с Антошем Сергеевичем и с Сергеем Сергеевичем Сергеевичем же да? Сергеевич вот вот здесь компьютер значится смотрите просто вообще идеально подходит под компьютер это же мне кажется в принципе больше сюда ничего особо не помещается кроме ножа наушников и бутылочка пивка сюда идеально идеально даже две одна слева одна справа если вы собрались в дальнюю поездку то рекомендую при себе иметь какую-то небольшую сумку с которой можно потом большую очень тяжело будет носить маленькую нормально друзья зацените красота-то какая специально для нас немцы заказали снег на улице в Дрездене и мы сейчас такие снежные липа липу сейчас занесет снегом она будет спать в сугробе вот снежная баба точно смотрите красота какая в общем то мы в Дрездене вот сейчас мы будем селиться в гостиницу которая называется Mescalero там welcome drink отличный я тебе даю welcome drink да кружечку мискалина вот это отлично вот это я понимаю это сервис друзья мои это сервис сейчас я найду свой чемодан вот у нас такая разгрузка происходит вот лепец тащит чемодан который больше а мой чемодан спрятался он здесь вот ребятки нет вот это мой чемодан все цапнул еще и кебабочная рядом кебабочная рядом водичку возьмите кому надо водичку пивка давайте его взяли мы в городе Дрезден город Дрезден разбомбили американцы лютейшие вот но они сейчас отстраивают центр насколько я читал вот то есть то что застроили при советской власти вот они сносят и отстраивают заново свой исторический центр вот кстати под эту бомбардировку которой подвергся город попал так раз Курт Ванегуд который сам по себе тоже американец он был здесь в плену вот и попал под бомбардировку и скотобойня номер 5 или крестовый поход детей его книжка исключена так раз по интересному событию смотрите мы в гостинице Mezcalero смотрите какой логотип крутанский ну что идем Гок обещал нам free drink при входе знаете здесь нормальная такая роспись в стиле этого дня мертвых как он называется в Мексике Day of the Dead да когда они все наряжаются и сахарные черепки выставляют вот может нас черепком угостят сахарным или их не едят скажите нам пожалуйста в комментариях едят ли в Мексике черепки сахарные а вон Липа идет одинок с чемоданчиком давай 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 короче что нас ждало в гостинице Mezcalero смотрите так также на которых мы удобно расположимся сейчас мы проверим их мягкость между прочим Ты пиво тебе не суну. Ой, спасибо. Слушайте, ну достаточно мягкие на самом деле. Достаточно мягкие кровати. Здесь такая импровизированная барная стойка, мы можем увидеть, на которой Дима так раз мог предложить мне пивка. Здесь стоит ящик, за которым можно играть в карты. На самом деле, мне кажется, все сделано для бывалых путешественников, потому что сейчас мы так раз соберемся за этим столом и обсудим наши дела. Давайте посмотрим санузел местный. Дрезденовский. Ничего себе! Какие хоромы, ты понимаешь? Тут даже какая-то и киевская этажерка стоит. Собственно, все. Все есть. Стаканчик есть. Можно попить водичку. В общем-то. Слушайте, красота. Дрезден радует. Если я сейчас уговорю кого-нибудь со мной прогуляться, то мы даже посмотрим старый город. Два километра нам до красивых мест. Два, два по прямой? Да. Хорошо. Дима, какой карты ты пользуешься в дороге? Расскажи, пожалуйста. Я пользуюсь картой МЭПС-7 оффлайновой, потому что у меня нету интернета, и я даже не подключаю Wi-Fi. Не нужно. Не нужно. Но при этом ты все время знаешь, куда идти. Ну что, парни? Мы все-таки вышли прогуляться по ночному Дрездену. Пока что мы пришли к какой-то церквушке. Керха, да, они здесь называются? Все правильно, Керха. Естественно, опять нету никого, кто бы нам объяснил, что это за достопримечательность. Но, как вот люди местные говорят, что Дрезден в снегу – это большая редкость. Так что мы наблюдаем необычное явление, собственно. Ребят, но вообще тут тихо, хорошо. Дорогие друзья, смотрите, какой замечательнейший бульварчик, подсвеченный интересными, так сказать, длинными лампами красивыми. Пока мы идем по такому футуристическому пейзажу, я вам расскажу. Значит, здесь есть еще одна достопримечательность в Дрездене. Это прозрачный завод Volkswagen, на котором собирают автомобили под заказ. То есть ты можешь сидеть, и при тебе соберут твой автомобиль. Вот, так же там Volkswagen Faetton собирают. Мы уже почти у Эльбы. Вот там вот мост, и там старый город. Видимо, по крайней мере, то, что от него осталось после американских бомбардировок. Либо то, что восстановили. Сейчас мы пойдем перебираться вброд. Вот здесь, покажи, у нас. А здесь у нас, да. Августус Первый. Августус Первый. На золотом коне. И сам, в общем-то, золотой. А сына Августуса Второго. Ну, в общем, такая преемственность, да. Почти как у нас, мирный всадник. Сакрамановый, да? Сакрамановый, да? Да, да. Петров от Екатерины. Ну что, ребята, мы на Эльбе. Мы на Эльбе. Красота вон там на том берегу неимоверная. Американцев нету, обниматься не с кем. Поэтому мы в своих дружеских, так сказать, объятиях проследуем в разбомбленной американцами Дрезден. Как всегда, да? Ребят, ну и осталось, конечно, много чего. Вы посмотрите, какая красота. И мне больше всего нравится вот эта многоярусность и арки. И вот если мы сейчас перейдем на другую сторону, так сказать, моста, там еще красивее. Сейчас идем. Дмитрий Юрьевич, там прям тоннель интересный прям такой. Красивый. Стоят кораблики различные. И здание, конечно, немецкая архитектура оставшаяся. Впечатляет. Ребят, прям впечатляет. Мне кажется, нам вот по лестнице наверх. Хотя тоннель маленький. Да, потому что просто круто. Мне кажется, это тоннель, это в улицу. Наверное. Наверное. Смотрите, какое там поно замечательнейшее. на стенке. С каким-то походом. Куда-то шли. Куда-то шли. Может быть, даже к нам. Но мы же знаем, чем это заканчивается. Правда? Дорогие друзья. Вот как мы выяснили, что традиция до второго этажа граффити уходит корнями глубоко в древность. Потому что вот это вот панно, оно сделано, насколько нам удалось выяснить по надписям в немецком языке, оно сделано где-то в 903 году. Вот. И здесь вся династия, видимо, королей немецких. Как короли немецкие-то назывались? Между прочим, вот, если кто-то не знает, то название Дрезден, само имя города, оно уходит корнями в славянский язык. Это на каком-то древнем сербском языке означает, что дети какого-то там леса. Если я ничего не путаю. С главатином. Ну, вот так. Как вам подсказывают, что двигаться нужно в том направлении? Вот, парни, гуляние по ночному, ну, как бы, по ночному городу, оно таит в себе только одни неприятные моменты, что ты приходишь и смотришь на достойные замечательности через забор. Вот. Дмитрий утверждает, что там картина галереи, красоты неимоверной. Летом, днем, солнце светит, мне там нравилось. Он видел там то ли Маки, то ли Подсолнухи, то ли Мане, то ли Ван Гога. Ну, короче, что-то было. Что-то было. Но архитектурный ансамбль был великолепен. Именно этим мне запомнилась эта картинная галерея. А мы вынуждены пойти мимо. Пойдем, пойдем. Ну, а что делать?